Здравствуйте! Вы смотрите программу Дело раскрыто. С вами Юлия Руднева. О том, как в семьях издеваются над приемными детьми и как их защитить от горя опекунов, мы расскажем в этом выпуске. По данным Министерства социального развития Ульяновской области, в 2023 году 287 родителей лишили родительских прав. Это на 9,1% больше, чем в 2022 году. Семьи, которые воспитывают приемных детей, особенно многодетные, всегда были гордостью региона. Ведь воспитание детей – огромный труд. Одной из таких в Ульяновской области была семья из Чертоклинского района. Местная учительница физики и математики брала опекунство над детьми с 2005 года. Начиная с этого времени, всего в семье было 20 воспитанников. Окружающие восхищались добротой приемной мамы. В 2018 году она вошла в число лучших приемных родителей Ульяновской области, занесенных на доску почета. Большая семья, почет и уважение называли многодетную опекуншу Абика. Все так бы шло дальше, если бы 14-летняя воспитанница не обратилась в правоохранительные органы, предоставив аудиозапись семейного конфликта, причиной которого стала немытая посуда. До тебя не дошло? Чего? Что нужно пойти собраться в посуду и вымыть? А? Во все равно, да, что я нервничаю? В ответ на истерику опекунши девочка назвала ее ненормальной, за что внук женщины решил проучить воспитанницу. Сделал два выстрела ей в левую ногу строительным степлером. Ты чего молчишь, я тебя спрашиваю? Абика сказала ненормальная? Иди пистолет принеси. Извиняться, пойдешь прямо сейчас? А? Я тебя спрашиваю. Пойдешь извиняться или нет? Еще по всей расспрашивать. Сейчас всю пробивину. На этом воспитательный процесс не закончился. Девочку с простреленной ногой заставили в холодное время года мыть посуду на улице. Иди собирай посуду. Я. Иди собирай посуду на улице и мой. Аудио записанное девочкой стало публичным. Но некоторые жители поселка Чердаклы не могут поверить в происходящее. Считают, что все это ошибка подростка с тяжелым характером. Это подстава, понимаете? Это просто подстава. Мы на 12 человек дети выросли, всякое бывало. И драли, и всякое бывало. Она уже сколько поколений воспитывает? Она же всю душу. Вы понимаете? Вот семерых детей, посторонних, они и пальцами всегда разные. И дети, они все разные. Понимаете? И на парнях подставить. Зато в семейном конфликте начали разбираться правоохранительные органы. В отношении женщины опекуна за неисполнение обязанности по воспитанию ребенка, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним, возбуждено уголовное дело по статье 156 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая предусматривает лишение свободы. В то же время предъявлено обвинение в истязание несовершеннолетнего ребенка, внуку опекунши. Ульяновским управлением Следственного комитета предварительно установлено, что 67-летняя обвиняемая, являясь опекуном семьи несовершеннолетних детей, а также ее 21-летний внук, совершали в отношении детей насильственные действия. В ходе прокурорской проверки выяснилось, что страдали и другие дети. Прокуратура района незамедлительно была начата прокурорская проверка, в ходе которой было установлено факты нанесения телесных повреждений нескольким несовершеннолетним. Один из старших детей Борис Букарев согласился поделиться своей историей с Управда ТВ. Вместе с младшими братом и сестрой Дмитрием и Людмилой они попали в приемную семью примерно в 2007 году. Сейчас Борису 29, он живет в Санкт-Петербурге, но до сих пор помнит ужас прожитых лет и равнодушие сотрудников органов опеки. Девочек постоянно избивали, брата у меня вешали на лом, вниз ногами, это мы тоже все рассказывали в прокуратуре, ставили на горов, заставляли приседать по полторы тысячи раз, с подушками на руках перьевыми и двумя рюкзаками сзади, за спиной. Самое вот это жуткое, что она творила, это когда, ну мне это, я что видел при мне, это забивало вот так, что она руками жестко, за ногу как кошку, об стену могла лупануть. Наказанием за свою нравность стала опасная трапеза. Бориса заставили съесть большую банку грибов, не задумываясь о последствиях для его жизни и здоровья. После этого он замолчал, опасаясь за младших брата и сестру. Все это, короче, длилось вот на протяжении всего этого времени, а я этим всем не занимался и не лет в это дело, короче, какое-то время, потому что у меня там до 18 лет воспитывалась сестра. А вот по поводу сестры, я всегда когда вступался, они, короче, каждый раз, оказывается, весь сливали после этого, то, что я там звонил и говорил, чтобы ее не трогали. Сейчас Борис надеется, что справедливость будет восстановлена, активно сотрудничая с правоохранителями. В настоящее время нерадивая Абекунша и ее внук находятся под надзором правоохранителей. Они арестованы. Расследование уголовного дела продолжается. Семеро приемных детей от 4 до 16 лет забрали сотрудники органов опеки. Ребята сейчас находятся в социально-реабилитационных центрах Ульяновска. Конечно, методы воспитания в этой приемной семье спорные. Но не меньше вопросов вызывает и работа органов опеки. Даже чтобы взять одного приемного ребенка, каждый опекун должен соответствовать базовым требованиям. Быть совершеннолетним, идееспособным. Не иметь судимостей. Также при наличии попечителя учитываются личные качества. Согласно пункту 2 статьи 146 Семейного кодекса Российской Федерации, при назначении ребенку опекуна или попечителя учитываются нравственные и иные личные качества. Способность к выполнению обязанностей. Отношение между ним и ребенком, а также отношение к ребенку членов семьи опекуна или попечителя. Если это возможно, желание самого ребенка. Интересно, что за 19 лет опекунства семье чердаклинской учительницы отдали на воспитание 20 приемных детей практически беспрепятственно. Кроме того, жестокое обращение с детьми не было выявлено и в результате многочисленных проверок, которые должны были проводиться регулярно органами опеки. По каким причинам контроль не проводился должным образом и почему в течение многих лет никто не встал на защиту приемных детей, Министерство социальной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области комментировать отказались. Качество работы ведомства мы можем оценить лишь на основании прокурорской проверки. Деятельность органов опеки у нас регулируется федеральным законом номер 48 об опеке и попечительство. Это главный надзорный орган, который обязан осуществлять проверки, как плановые, так и внеплавные, в сроки, которые установлены постановлением правительства Российской Федерации. То есть при принятии решения о назначении опекуна или попечителя в первый месяц один раз они выходят. Далее в первый год жизни в этой семье один раз в три месяца органы опеки обязаны проверить. И далее уже со второго года жизни в семье органы опеки проверяют условия жизни, воспитания, исполнения обязанностей опекуном один раз в полгода. И в ходе нашей прокурорской проверки уже выявлены факты о том, что нарушались как сроки, так и этих проверок, так и формальный подход при проведении обследования условий жизни несовершеннолетних. Направлен материал прокурорской проверки в Следственный комитет и возбуждено уже уголовное дело по факту халатности органов опеки. Это статья 293 Уголовного кодекса Российской Федерации. Сотрудники органов опеки в ходе проверок должны были также проводить беседы с опекунами, детьми, учителями и соседями, а в случае нарушений принять меры. Но, судя по всему, жалобы приемных детей из чердаклинской семьи сотрудники органов опеки попросту игнорировали, либо не проводили беседы вовсе. К сожалению, выявился факт, что было заложено в постановление наше по 293 УК РФ. Это непринятие органов опеки мер по защите прав детей, тогда, когда они обращались к ним с устными жалобами о том, что их там избивают, что ненадлежащим образом приемные родители исполняют свои обязанности. К сожалению, органы опеки не приняли никаких мер по защите. Зная о проблемах детей, горе сотрудники органов опеки даже не провели внеплановую проверку. Проблемы начали решать только после происшествия. Контактируют бывшие воспитанники преимущественно с правоохранителями. Как они, так и непосредственно граждане, которые уже выросли и выпустились из этой семьи, от этого приемного родителя, поясняли нам, что телесные повреждения наносились детям неоднократно. В том числе приемный родитель помещала несовершеннолетних, нескольких несовершеннолетних в кладовое помещение на срок более чем один час. Без света, без воды, то есть без условий. Сами воспитанники приемных семей или неравнодушные знакомые, соседи или педагоги, знающие про факты жестокого обращения или ненадлежащего содержания детей, могут обратиться в несколько инстанций для решения проблем. Они могут обращаться в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, которые функционируют при каждой администрации муниципального образования, и органы опеки и попечительства. Но если уже эти органы не принимают никаких мер, то соседи или иные заинтересованные граждане могут обратиться с обращением или устным сообщением в органы прокуратуры. Работа органов опеки крайне важна, ведь в Ульяновской области большое количество приемных семей. По данным Министерства социального развития, в Ульяновской области на территории региона на начало марта 2024 года насчитывается 3101 ребенок, относящийся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Дети проживают в 2174 семьях. Будем надеяться, что опекун из Чердоклинского района понесет ответственность за свои действия в полном объеме, а ее приемные дети обретут новые семьи, где будут жить в достойных условиях. На этом у меня все. До новых встреч.